Всем доброго времени суток, друзья. Данный расклад для Алии. Мы смотрим отношения родственников к вам и отношения людей, которые вас окружают. Честны ли они с вами или, может быть, кто-то держит камень за пазухой, кто-то чего-то недоговаривает, например, вам. То есть есть ли какая-то хитрость в тех людях, о которых пойдет речь в данном раскладе. Итак, мы смотрим первым, конечно же, супруга вашего. То есть что он думает о вас, что он скрывает и нужно ли от него ожидать какого-то подвоха и какого есть следа. То есть какого рода может быть данный подвох. Следующий вопрос это свекровь. Что она думает о вас? Что она скрывает от вас, может быть, свое какое-то отношение и нужно ли от нее ждать какого-то подвоха. То есть какие негативные вещи могут исходить от нее. Следующий человек, который нас интересует, это брат вашего супруга. Что он о вас думает? Какое свое отношение он может скрывать от вас? И стоит ли от него ждать подвоха? То есть друг он или враг для вас в этой ситуации? Те же самые вопросы мы задаем по поводу супруги, брата, вашего мужа. То же самое, что она может скрывать от вас и какого подвоха можно от нее ждать, если вообще от нее может быть какой-то подвох. Первое, что мы смотрим, это, конечно, отношение мыслей супруга по поводу вас. Но вы знаете, вот в данный момент почему-то супруг считает, что вы стабильны достаточно. И супруг почему-то рассматривает вас как потенциально человека, который может ему приносить удачу. Но я вам могу сказать, что есть женщины, которые являются денежными талисманами. И немногие мужчины это понимают. Но те, кто понимают, живут неплохо рядом с такой женщиной. Женщина может даже сама не работать, например. Но при этом она может давать мужчине настолько, скажем так, большое благополучие и большую удачу денежную, что мужчина, ну скажем так, начинает процветать за счет того, что женщина находится рядом. Но я могу сказать, что ваш муж считает, что вы очень властная, что вы очень волевая, но в то же время он не считает вас капризной. Он наоборот считает, что вы обладаете волей железной буквально. И что вы действительно человек, который может ставить глобальные цели. Но почему-то муж считает, что вы с ним не до конца откровенны. То есть у него может быть есть какие-то моменты, за которые он цепляется взглядом. И поэтому он считает, что вы с ним не слишком честны. Что он от вас может скрывать? Какие свои чувства? Ну и здесь есть какой-то нюанс, который он может скрывать, который связан с его прошлым, с прошлыми отношениями. Что это означает для нас? Ну и мы видим, что да, какая-то тайна есть за семью печатями, но она не является тайной, например, о какой-то измене или о чем-то еще. Это просто тайна, о которой он не хочет говорить. Но также это не касается денег, скажем так. Человек, в принципе, даже не скрывая, может не хотеть говорить о прошлых отношениях, о прошлом опыте, о каких-то ситуациях из прошлого. Но это не означает обмана с его стороны. Это просто означает то, что он будет резко отбиваться. Он как только будет слышать что-то на эту тему. То есть вы заметьте, как он себя ведет. Как только вы о чем-то говорите, он вдруг резко напрягается и пытается отмахнуться от вас. Вот в этот момент понимаете, что здесь рядом именно то, что он от вас скрывает. Но я уж думаю, за время вашего общения вы эти темы с легкостью можете определить. И стоит ли от него какого-то подвоха ждать. Здесь карты, которые говорят, что нет, от него не стоит ожидать именно какого-то подвоха в вашем отношении. Потому что человек, ну, человек вас любит. Однако он может порвать эти отношения в какой-то момент. И, кстати, вот эта карта, которая выпала рядышком с вашими парными отношениями, да, она может говорить о том, что человек готов официально оформить развод. Она может говорить о том, что человек готов официально признать, что все, вы больше не пара. Но в то же время чувства у него по отношению к вам будут сохраняться. С его стороны на сегодняшний день из причин, вот мы посмотрим причину этого развода, это защита своей территории, защита чего-то своего, что он тщательно охраняет. Это его какие-то внутренние страхи, которые толкают его на подобного рода действия. То есть, в принципе, я бы сказала, что разводится человек или расстается человек со страху. Или он боится развода. Он боится, что вы можете подать на развод. И для него это очень неприятная и тяжелая ситуация, которая связана, естественно, с переживаниями. Просто так, ну, знаете, не в магазин за хлебом сходить. Потому что человек переживает. Он действительно боится. Он действительно вплоть до того, что кошмары на эту тему может начать видеть. И человек, в принципе, понимает, что вот это событие, допустим, ваше расставание, может произойти на том фоне, что каждый из вас будет активно отстаивать какую-то свою позицию, защищать какие-то свои, ну, кстати, какие-то свои не только мнения, не только свою позицию, но и свои какие-то материальные, может быть, даже блага. Следующий вопрос, это, конечно, свекровь. Вот что она думает о вас, свекровь? Она считает, что вы можете найти работу. Или что вы можете работать в удовольствие. Хорошо работать или работать по дому. Сейчас мы посмотрим. Она считает, что вы можете найти прибыльную работу. И почему-то ее мысли вертятся именно в отношении материальных каких-то вещей. Также она может подозревать вас в излишней страстности в отношении вашего супруга. Также она может считать, что вы не слишком, скажем так, обучаемы. То есть она считает, что вы не делаете выводы из тех событий, которые случились в вашей жизни. И, вы знаете, я бы не сказала, что катастрофически какие-то мысли плохие, но появление карты дьявола может говорить о том, что человек, который думает вот таким образом о вас, он может посылать, конечно, негативные мысли, какие-то негативные формации в атмосферу, скажем так, которые, конечно, потом в жизни каким-то образом могут проявляться. Но я не вижу грандиозно каких-то плохих, действительно, прицельно мыслей, кроме вот этой самой пятнадцатой карты дьявола. Что она от вас скрывает? Ну, вы знаете, она скрывать от вас, в принципе, ничего не скрывает. Либо это какая-то недвижимость, скажем так, если такова имеется. Если нет никакой недвижимости, то я вам могу сказать, что она не скрывает ничего. Она просто может фантазировать на какие-то темы, темы материальные. И, знаете, это вот называется делить шкуру неубитого медведя. Если бы да кабы во рту выросли грибы, а вот. То есть она скорее мечтатель, она скорее, знаете, какая-то фантазерка такая, нежели она действительно врунья глобальная. То есть это тот человек, который, скорее всего, имеет какие-то фантазии, которые, причем, вам может даже высказывать или до вас будут доходить какие-то эти фантазии, которые связаны с материальными вещами, действительно, которые связаны с материальным благосостоянием. Какой подвох вы можете ждать от свекрови? Ну, во-первых, этот подвох связан с физическим передвижением пространства. Это либо быстрый отъезд, либо чей-то приезд. Но в любом случае, это воздействие свекрови на передвижение тел вашей семьи в пространстве. Она, например, может не пустить вас уехать из дома. Или не пустить сына уехать, например. Потому что по данной карте я не вижу, чтобы она хотела, допустим, вашего расставания, то есть какой-то катастрофы в ее отношении по вашему, скажем так, в вашу сторону я не вижу. Я могу сказать, что свекровь чувствует себя, скажем так, может быть одинокой в таких решениях, но она постарается не допустить чего-то приезда или чего-то отъезда. Я думаю, что вы лучше знаете, о чем здесь говорят карты. Но карты говорят именно о передвижении в пространстве, которое данная женщина попытается стопорить, которого она попытается не допустить. Вот это может быть подвох. Причем это будет ее самостоятельное решение. Например, сын об этом решении или не будет знать, или не будет никоим образом на него воздействовать. Что брат вашего супруга думает о вас? Ну, брат вашего супруга считает, что вы являетесь затратным человеком, скажем так, в обществе, которое складывается в семье. Он считает, что как будто бы на вас очень много тратится денег. И на протяжении уже длительного времени. Вот почему-то это его главные мысли. Кроме денег я что-то и не вижу каких-то других моментов, о которых бы думал брат. Что он может скрывать от вас? Ну, вы знаете, какого-то глобального камня за пазухой нет. Скорее всего, он не скрывая, а говорит то, что думает. Скорее всего, он все это то, что думает, озвучивает, он произносит. И вряд ли это является какой-то глобальной тайной. Прислушайтесь к его намекам, к каким-то словам, к каким-то, ну вот знаете, шуткам, которые на самом деле не являются шутками. Но я вам могу сказать, что единственное, что он может скрывать, это опять же какие-то денежные материальные вопросы. Потому что у нас и у свекрови выходит сокрытие и фантазии вокруг денег. И умеренные разговоры вокруг денег данного человека, то есть брата, мужа. Вот почему-то вот у этих двух людей, как раз таки у свекрови, у брата, какие-то вопросы крутятся вокруг материальной части. Какого подвоха можно ждать от брата? Ну, я вам могу сказать вообще, что брат на вас может посмотреть, как на женщину. Вот такого подвоха можно от него ожидать. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, брат не холоден к вам. Наоборот, что брат пытается загасить в себе желание вас. У него, вот смотрите, вылетела карта, которая отвечает за чувства. Это чувства через край. Послушайте, а брат не влюблен ли в вас часом? У меня вопрос такой. Потому что уж очень бурные карты, тем более два туза, которые говорят о сексуальных отношениях, о сексуальном влечении каком-то, могут говорить. Поэтому, ну, я смотрю так, что с одной стороны человек считает, что на вас много тратится, что приносится добровольно в жертву. В отношении вас достаточно много денег, какие-то суммы, да, он об этом думает. Но, с другой стороны, он думает о вас, как о женщине, хотя пытается себе на горло наступить в этом вопросе. Возможно, он не показывает этого, но чувства бьют через край, они могут периодически перехлестывать. Так что читайте между строк в тех словах, которые говорит брат, что-то еще помимо сказанного. Я думаю, что вы умная девушка, вы поймете, о чем я говорю. Ну, и мы смотрим жену брата. Что она думает о вас? У нас тут даже две карты вылетело. Она расстроена влюбленностью. Послушайте, а жена брата не думает ли, что он влюблен в вас, например? Потому что она буквально, у нее сердце плачет по поводу какой-то влюбленности относительно вас. Да, по всей видимости, у нее есть тайные страхи. Она боится остаться одна, но надеется на то, что ситуация разрешится благополучно. Что скрывает она от вас? Вы знаете, она не скрывает от вас особо ничего. Она, по всей видимости, наоборот, доверяет вам. Но сейчас она как будто бы силипой котенок, который не может принять решение в данной ситуации. И за счет того, что она как будто бы застыла вот в этом выборе, она даже может разрушить существующую, скажем так, картину и забрать свое или забрать чужое даже у вас. Я вижу, что сейчас отношения связаны с доверием, но это доверие вполне с большой долей вероятности в ближайшие несколько месяцев может быть разрушено. И какого подвуха ждать можно от этой девушки? Ну, во-первых, от нее можно ждать игры. Я вам могу сказать так, что самым, пожалуй, опасным человеком в плане каких-то игр, несмотря на изначально неплохие карты, может являться именно девушка, которая будет скандалить именно жена брата, и которая может вести с вами не очень честную игру, пытаясь вами манипулировать. Но у нее недостаточно сил для того, чтобы манипулировать вами. То есть она может на тропу войны выйти, а дойти до конца тропы она не сможет, потому что сил не хватит. Поэтому внимательнее отнеситесь к ней. Ну и, конечно, меня удивляют карты, которые выпали по поводу брата вашего супруга, потому что я не могу понять все-таки, какого характера его отношения к вам. По крайней мере, есть такие моменты, когда он действительно на вас смотрит, как на женщину. И, возможно, вот эти моменты улавливает его жена, которая начинает бояться, у нее страхи остаться одной возникают. По-моему, в одном из прошлых раскладов, вот сейчас мне приходит в голову, у нас был с вами момент, когда вылезал какой-то в вашей личной жизни женатый человек. Женатый человек почему-то вылезал, скажем так, в доме, где находятся старшие родственники. Вот смотрите, если брат живет вместе со свекровью, например, то вполне возможно, что это брат вашего супруга, который на вас иногда, вот знаете, скажем так, смотрит не так, как должен был бы смотреть брат, по всей видимости. Ну, конечно, у меня, скажем так, сложный мыслительный процесс сейчас идет. И я сказала все, как увидела по картам, но вам, конечно, лучше знать применительность ситуации, что означает все то, что я увидела. Я вам рассказала. Самой, пожалуй, опасной для открытых действий такого военного характера является жена брата. Хотя она может с вами быть в совершенно дружеских, визуально доверительных отношениях. Брат, который смотрит на вас не совсем как на жену брата своего, а как на женщину иногда периодами может смотреть. По крайней мере, вот это карты показывают, то, что я толкую. Я, конечно, понимаю, что есть некоторые щекотливые очень такие вопросы, которые бывает сложно озвучивать, но, тем не менее, я могу повторить, что я всегда говорю то, что вижу по картам. И я не имею права говорить что-то другое, если я увидела именно такого рода информацию. То есть я должна говорить именно то, что показывают карты. Вот что они мне показали, то я вам и сказала. Грандиозной какой-то подлости со стороны свекрови я не вижу абсолютно. У нее, скорее, какие-то фантазии. То есть человек, который может что-то придумывать, додумывать. Человек, который может, ну, не то чтобы витать в облаках, но, по крайней мере, фантазировать и моделировать вот такие ситуации под девизом. Ну, а если, то тогда вот так. То есть вот может быть это что-то, что касается вашей свекрови. Что касается вашего мужа на сегодняшний день, он до сих пор любит вас, но он считает, что вы волевая очень все-таки, что вы очень властная девушка. И можно сказать, что вы для своего мужа можете являться денежным талисманом. А понимает он это или нет? Это уже второй вопрос, конечно. В общем, такие получились у нас моменты. И из четырех людей, я думаю, что вы уж сами разберетесь, сами поймете, кто является наиболее сюрпризным товарищем, скажем так. Вот такой у нас получился расклад. А я желаю вам все-таки понять, кто друг, кто враг, кто так. И сделать свои правильные выводы из этого расклада и из этой ситуации. И выйти для себя благоприятно из этой проблемы. Я желаю вам удачи. До встречи. Всего доброго.